Микс Ньюс. Каждую среду в 16 часов. Болтком Лайв с Эдмундом Кашевским. Всем привет, мы в эфире и Болтком Лайв очередная сессия. За пультом у нас, как обычно, Родион. Родион Золотарев, гуру. Гуру отечественного радиовещания по звуку. Ну а собеседник у меня сегодня на редкость интересный. Во-первых, легкий в общении. Во-вторых, с потрясающим чувством юмора, что всегда как-то подкупает, когда ты берешь интервью у человека. Ну а в-третьих, это просто замечательный музыкант. И, как говорится, я то, что надо, если говорить словами его песни, это Валерий Сюткин. Приветствую. Приветствую. Я только хотел сказать, что человек, про которого говорили, вот этот остроумный, он не пришел сегодня, и я вместо него. Да. А вот если бы я, Валерий, если бы я сейчас сказал вам сделать такое маленькое-маленькое CV о себе, вот как бы вы себя охарактеризовали? Валерий Сюткин сегодня это кто? Валерий Сюткин не безнадежен. Все. Больше ничего не надо. Понятно. Не безнадежен. Это самый емкий, наверное, и короткий, обо мне такой, так сказать, краткий отзыв. Я, как интеллигентный человек, позволю себе такой из места в карьер. Во-первых, я делегирован сюда моей подругой Лаймой Вакула. Она просила от своего имени пригласить вас, дорогие радиослушатели. И мне это приятно сделать, поскольку в этом году 32 года, как мы знакомы с Лаймой. Мы вместе ездили в город Геру в Германии на фестиваль. Там был, только вдумайте, Гуннер Грабс с Magnetic Band, Машина Времени, Лайма, Зодчи, в которых я участвовал тогда с Юрием Лозой и ансамбль Танцы Сибири. Так, видимо, знаете, для женской составляющей. И там было очень весело, и вот именно Лайму поставили на городскую площадь, на главную сцену, в рок-концерт. Там были такие все, хард, почему-то не Magnetic Band, не... Тогда это было общее пространство, как вы помните, в 87-м году прошлого века. А сегодня эта вот многолетняя дружба позволяет мне от всей души пригласить на фестиваль-рандеву Лайма в этом году, как и в прошлом, 4 дня занимает ваше зрительское внимание. И ваш сегодняшний собеседник Валерий Сюткин принимает участие в заключительном дне. Плюс мы еще и автопати финальный играем с моими орлами, которые прилетят специально для этого из Москвы. Вот фестиваль-рандеву Лайма. Чем мне это нравится? Вот то, что делает Лайма. Никаких вот, что меня раздражало в новой волне, это текстоведущих. Такой, знаете, сегодня дождь, а у нас в Зинтере концерт. Да, вот такой. Здесь все очень интеллигентно, великолепный состав. Я знаю, что прилетит и Сережа Мазаев, и Стас Михайлов, и Валера Меладзе, Альбина Джанабаева, Елена Ваенга, Гриша обещал, вчерашний именинник заглянуть. Ну, великолепный состав, я уже не говорю, что будет Интерс обязательно, Бусулис, будут латышские лучшие музыканты, Бриедит из Грузии, Нино Катамадзе. И, в общем... Но будут все свои, да? Мне скучно. И вот такой, знаете, живой оркестр. Я вчера был на репетиции, там все мои родные, Родриго, все, кого я обожаю, понимаете, мой великий клавишник наш, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Валер, кстати, о новой волне. На новую волну не приглашали? Я не катаюсь на новую волну. Во-первых, как-то я для них слишком рок-н-ролльный, наверное, вот с точки зрения такой. Все-таки это абсолютная поп-музыка в основном. Там, правда, Ленинград вот присутствовал. Ну да, не совсем поп-музыка. Но очень как-то странновато. Ну, не знаю, я, честно говоря... Ну, во-первых, я по территориальному признаку. У меня моя любимая женщина Виола Режанко. И я не вижу причин летом изменять Юрмале. Я здесь летом просто живу. Ну, ты же Валерий на 50% латыш, так, чтобы все понимали. По жене. Кто еще не знает. Я очень деликатно отношусь к... Вот, вы знаете, я стараюсь делать все, чтобы объединять, чтобы было приятнее проводить время. А когда пытаюсь с моей любой репризой потом какой-то раздор внести, я очень контролирую свою речь. Очень осторожно, да? Очень осторожно. Поэтому замечательный фестиваль «Новая волна», но пока не совпадает. Приглашают, было озвучено. Ну, знаете, я не очень люблю под... Вот эта съемка. Давайте под фонограмму. Вот почему я люблю живую выступать. Ну, вот это, конечно, большая разница в живагу или под фонограмму. Вот у вас есть прекрасная возможность посмотреть на то, в какой я сейчас в форме, потому что 1 августа... Будет сольный концерт. У меня будет сольный концерт. Валерий, давайте не будем все в один компот смешивать. Мы постепенно подойдем и к вашему концерту тоже. Хорошо. Скоро мы затронули тему фестиваля «Рандеву», в коем вы принимаете самое непосредственное участие. А вот хотелось бы так чуть-чуть с подковрычкой спросить, а вот нет ли среди все-таки российских музыкантов вот какой-то такой, ну, скажем, опаски легкой, когда едут на один фестиваль, потом... А что у меня будет со вторым фестивалем? Опаска только одна. Отношение с Игорем Яковлевичем крутым. У меня прекрасные отношения, потому что я говорю правду в глаза и честно. Когда он сказал, что несколько обижен то, что Лайма делает в эти сроки фестиваль, я скажу так же, как сказал ему. Ну, во-первых, это совершенно разные по формату музыкальные праздники. Там был конкурс с жюри. Я, кстати, не очень любил конкурсские дни, а гораздо интереснее смотреть, как выступает, скажем, Юрий Антонов в качестве гостя. Ну, День Антонов. Или Стив, или Николаев. Из приглашенных, да. Вот. У Лайма никакого состязания нет. Это просто абсолютный, дружеский, наполненный... Творческий смотр большой. Первое. Второе. Она сама это ведет. Мне нравится, как она это делает. У нее это очень деликатно. Интеллигентно и деликатно. Вот-вот, прям, знаете... Ну, Лайма сама, это мисс стиль. Я это уже не раз говорю в глаза, и поэтому... Это элегантность и деликатность. И что бы мне ни говорили, я стою горой, она имеет полное право в своем родном месте под названием Юрмала делать вообще, что она хочет. Она могла и конкурс сделать, но она делает, на мой взгляд, совершенно другое. И получается это очень хорошо, и мне нравится возможность повстречаться с друзьями. Ну, во-первых, это фактически безвозмездная история для нас, для артистов. Мы приезжаем тем, кто приятно. Я с семьей и с Андреем Латковским, и с Лаймом, как я уже озвучил, более 30 лет общаюсь, и ни разу не пожалел, и не было ничего. Поэтому это, прежде всего, просто встреча друзей. Валерий, а вот еще, простите, Валерия, вот еще ложка дегтя. Все ли вот такие вот правильные и такие вот энергичные и решительные, как вы? Не все. И потому что кто-то... Вот меня удивила, скажу сразу, меня удивила позиция Йосифа Пригожина. Дядюшка Джозеф, как я его называю. У меня немножко так, ну, Йосиф так погорячился, конечно, своих. Он любит иногда сказать, потом сказать, что-то я погорячился. Так иногда бывает. Это вы имеете в виду? Во-первых, я дословно знаю слова, которые Лайма сказала на вопрос, почему она не ездит в регион России в один. Потому что, говорит, я житель Евросоюза, и мы не имеем права это делать. Вот и все. Но мне, вот, Йосиф меня поразил. Не надо передергать. Йосиф эмоционально. Он участвует во всех концертах, вот, таких, скажем, патриотическое звучание. Поэтому это его точка зрения. Его личное мнение. Его личное. Никаких. Вообще, я считаю, что у каждого человека должно быть свое. Могу привести пример. Я дружу с Андреем Макаревичем, ну, полвека скоро будет, так, и имею право оставить наше с Андреем отношение вне обсуждений. Я просто как умный человек, умный человек, надеюсь, я не безнадежен в этом направлении, он никогда не будет говорить на тему, неприятную для своего собеседника. Мы просто на темы политических взглядов Андрея Вадимовича не разговариваем. Мы разговариваем про музыку так же, как раньше. И когда я пригласил Андрея на свое 60-летие поучаствовать, он не мог, у него американский тур, но он сказал, Валера, это очень дорогого стоит сегодня. Когда мне человек говорит, приходи, он говорит, тебя снимает первый канал, да? Я говорю, даже не отвечай ничего, мне все равно. Покажут, не покажут. Я хочу видеть тех людей, это мой, в конце концов, неправильный подход, на мой взгляд. Это мой подход, поэтому у меня Мазаев, Бутман, Коля Кельдеев, Макшнур, из вновь приобретенных, поскольку мы с Сережей знакомы, там лет 10 последних всего лишь. Но это просто роскошь быть самим собой, поэтому и в отношениях, прямо вот подытоживая отношения, на мой взгляд, количественно, по количеству людей, которые приезжают летом в Юрбалу, есть некий спад. Но я могу отметить, благодаря еще одному фестивалю, фестивалю классической музыки, который проводит целая группа инициативных бизнесменов, спасибо им за это большое, и мои аплодисменты, потому что я хожу. Была и Хибла Герзмава, был Хуан Диего Флорес, были блестящие концерты Дениса Мацуева, Гаранча, наша латышская прекрасная дива. В общем, одно удовольствие. И я хочу сказать, что на улицах Юрбалы стало значительно больше интеллигентных лиц, на мой взгляд. Ну да, если возвращаясь к концертной афише Дзинтари, то она абсолютно не пострадала, скажем так. Немножко переформатирована. Она переформатирована, да, но в принципе, да, это место пусто не бывает. И при этом не могу не отметить, что надо отдать должное Игоре Яковлевичу Крутому, он много сделал для популяризации вот этого географического места, который я называю лучшим в мире курортом в часе лета от моего родного города. Другого я не знаю. Слушайте, Юрба должна вам какой-то, я не знаю, какой-то приз выписать. Пока, пока. Какую-то стипендию по жизни. Знаете, надо еще потрудиться. Москва в какой-то мере компенсировала. Что дают звание, я всегда говорю, ничего фактически не дают, но они бодрят. А, кстати, сейчас посмотрю, есть у вас звание. Почетным деятелем искусств города Москвы. Почетным деятелем искусств. Ну, согласитесь, давайте скажем. Добрый вечер, Москва. Кто пел? Валерий Сюткин. Шагаю по Москве с Никитой Михалковой и без него. Кто поет? Валерий Сюткин. Дальше. Московские окна с Осим Давыдовичем, Царство Небесное. И без него Валерий Сюткин. Не говорю уже про московский бит. Вася Стеляга из Москвы. Короче, все это 1 августа прозвучит. Приходите, вы поймете. Ну, и про Юрмалу с удовольствием спою. Понятно. Это следующая песня будет. Но, Валерий, в таком контексте, ну, хотя бы заслуженного какого-нибудь могли дать. Дали. 10 лет назад, кстати. Но вы знаете, как в России присваивается звание? Это какая-то... Ты должен собрать кучу документов про себя и подать на присо... Ну, какой-то... Мне кажется, что все-таки... Сидит политбюро и решает, давать, не давать. Да, как стали добрые времена. Знаете, все равно, как вы выигрываете на Олимпиаде медаль золотую. А вам, говорит, документы предоставьте, чтобы вам ее дали. А то как-то какой-то, ну, какой-то... Но это бодрит. И спасибо моим друзьям, которые не пропустили. Мой пел... Как-то намекнули и как-то сделали без меня. Я, честно говоря, абсолютно чист. Никуда я не ходил и никого не просил. Я вообще никогда никого ни о чем не прошу. Только приглашаю. Замечательно. Ну, вот касательно фестиваля «Лайма-рандеву». Скажем так, какая о нем идет... Ну, в России какая волна идет об этом фестивале? Среди музыкантов. Вот на нормальном уровне, на официальном понятно. А вот на нормальном, на человеческом. Я считаю, что тех, кто с «Лаймой» находится на правильной приятельской волне, не обязательно быть близким другом. Все с удовольствием приезжают, потому что это возможность провести время вместе. Это очень быстро. Согласитесь, все-таки, когда вы 4-5 дней, и там и жюри нужно посещать, это тяжеловато для артиста. Я вот не могу такую роскошь себе позволить. Мне говорят, вынимайте 5 дней из графика, прилетайте, вот фестиваль у нас есть, жара. В Баку. Я говорю, ну, я все понимаю, но у меня, как правило, эти дни еще в феврале заняты. Как в анекдоте про Спилберга, да? Извините, елки. И еще и с предоплатой, да. Поэтому, ну что, я уже не в той возрастной группе, чтобы ездить по автопати, ходить до утра. Меня это меньше всего сейчас интересует. Поэтому, вот честный ответ. Ну, все-таки, ну, хорошо. Хорошее мнение, вы знаете, отлично. Давайте посмотрим на афишу. Тут все звезды первой величины. Имен более чем достаточно. Более чем. И причем такие имена даже появились, у которых, ну, скажем так, на новой волне не было. Да. По тем или иным причинам. Слушайте, еще раз подчеркну. Это прежде всего живое исполнение. И тот, кто может петь вживую, тот может сюда. Тот и ездит, да. Тот и едет сюда. У нас концерт накануне в Светлогорске, здесь недалеко. А до этого в Петербурге. И там, короче, просто не позволяет срок быть в течение всего фестиваля. Но зато я обязательно на пару дней останусь потом после фестиваля получить удовольствие. Вот опять нашей блестящей Юрмала от вот этого. Тут у нас столько товарищей живет, что мы не скучаем, поверьте. Кто бы спорил. Еще раз комплимент. Музыкант экстракласса, оркестровый такой мини-оркестр Лаймен, играет для всех. Что делает правильно. Я бы сказал, это целый бенд, а не мини-оркестр. Когда есть перекоммутация, это всегда некие, знаете, вот эти технические. Я всегда говорю, что это великолепно. Я, собственно говоря, опираясь на опыт работы у Лаймы на рандеву, свой юбилей в прошлом году, 60-летний, делал с биг-бендом Игорем Бутмана. Но это вообще лучший оркестр планеты, московский джазовый оркестр. Они такой свинг нарезают, ребята. И я играл там, так знаете, такой рок-свинг такой называемый. У Пола Анка есть такой альбом. Я пел песни Морального кодекса, Машины времени, Леня Агутина. Блюз Шанхай, который мы в свое время написали с Женей Маргулисом. Мало кто знает, что это мой текст. Сереже Мирову мы подарили тогда Маргулису, и она потом в Машине времени была. И получили огромное удовольствие. И сегодня у меня есть программа, с которой вот я осенью выступаю в Казани. Казанский оркестр будет играть. Это здорово, когда ты ноты кладешь просто, знаете. Хотите, чтобы все было слышно. И ребята играют. Мой аранжировщик вылетает на день раньше, проводит с ними генеральную репетицию. И я прилетаю, с утра репетирую и вечером в концерте. Так будет и у Лаймы. Правда, мы это репетировали вчера. Я был у него дома. Провели репетицию, обнялись. Ну, вот это замечательно, когда все-таки живой звук, живой оркестр, живое исполнение. Я подчеркиваю, вы знаете, это никакой не подвиг. Это колоссальное удовольствие. Это профессионализм и отношение к публике в первую очередь. Но как зритель, я хочу сказать, когда я хожу на концерты, где используется фонограмма, а фонограмму используют и такие звезды, как Мадонна. Ну, как бы это называется, используют подклад. Разными словами. Молодежь сегодня называет это таким жаргонным словом «досос». Когда, знаете, вот компьютерная основа, но у нее сверху играть. Но нет вот этого, за что я люблю Rolling Stones. Небольшого шатания по ритму, который делает музыку, ну, абсолютно вот прямо здесь и сейчас. И ты чувствуешь мурашку. Совсем другое кач идет. Конечно. Это и ты прямо, знаете, и слова все понятны. Так что очень интеллигентно будет. Да, согласен. Остается только купить билеты. Прийти вот. Да. Сейчас Валерий так раз рассказал о своем юбилее, между прочим. Я его наблюдал по телеку, его показывали. Да, слава Богу, Первый канал. Советую вам, кто не успел это, не посмотрел полюбопытствовать. В интернете есть. В интернете, да. Только обязательно найдите версию Первого канала официальную. Лучше. Я вот честно говорю, я никогда не экономлю. Если меня что-то интересует. Ну, это же в конце концов самое дорогое, что есть эмоции от жизни. Поэтому только качество сразу, а то будет прерываться, будет голос стереофонического радиола Бердского радиозавода. Я имею в виду реклама какая-то назойливая внедряться. Поэтому лучше скачайте на официальном сайте Первого канала, получите удовольствие. Ясно. Мы получим удовольствие от общения с Валерием после небольшой паузы. Прервемся. Ну вот, мы вернулись в студию и продолжаем разговор с Валерием Сюткиным. После того, как отгремит Лайма Рандеву фестиваль, который продлится 4 дня в Дзинтерском концертном зале. Я в финальный день участвую. В финальный день Валера. Потом Валера Меладзе. И потом Интерс будет в финальный день. Короче, там, ну, я не знаю, кого там только не будет. Скажем так. Ну, я большой специалист еще по праздникам, когда надо, чтобы люди потанцевали. Поэтому мне Лайма с Андреем доверили музыкальную часть. Там еще. Так что у меня большой будет. Ну, все, значит, надо идти на последний день точно. Но всех, чтобы было интеллигентно, люди скажут, ах вот опять для закрытого узкого круга. Пожалуйста, 1 августа. День-то какой. 1 августа. И вот так тихо, мирно мы перешли сразу к сольному проекту Валерия. Ну, мы сыграем там все, что я делал в Браво, после Браво. И даже немножко таких воспоминаний. Я же от Москвы должен передать Юрмале привет. Поэтому будет и московские окна, и московский бит, и Вася Стиляга из Москвы, и 7000 земля. Все хиты будут. Слушай, мы играем примерно 25-27 песен в концерте, потому что у меня песни динамичные, короткие, но их много. И более нескучного концерта трудно представить, потому что я как специалист. Вот когда я хожу к коллегам своим на концерты, я отмечаю, что у многих, несмотря на то, что блестящая музыка, в принципе, к пятой, к седьмой песне есть некоторая усталость. Так вот, в нашем концерте настолько все как из пушки сделано, а в серединке мы делаем такой раз и другой концерт, совершенно. По звучанию там музыканты другие инструменты берут. И сделано для того, чтобы было нескучно. Поэтому вот будет 1 августа в Дзинтере нескучно точно, но энергично. Обычно, конечно, для меня самый лучший концерт, где люди стоя, чтобы танцевать можно было. Но мы поставим песни к пятой, все будут стоять. Ну и состав ваш или будет биг-бенд какой-нибудь? Нет, это мой Сюткин рок-н-ролл-бенд. Это называется сегодня. Вот что Сюткина потянуло на рок-н-ролл? Так я в Браво, что играл? Классический рок-н-ролл? То же самое. Ну, я бы сказал, такой не особо классический, но такой стилизованный. Ну, смотрите, мы поженили советскую песню 60-х годов Жене Хасаном, с автором музыки, с классическим американским рок-н-роллом. Потому что, согласитесь, и Московский бит, и Вася, и «Любите девушки», это такая битляндия «Любите девушки». Ну да. Это немножко так вот, все-таки это музыка 60-х. Я считаю, что человечество, все, в 60-е годы, это самая лучшая искренняя музыка, самое лучшее кино в 60-е годы, и итальянская, и французская, да и американская тоже. Потому что это, знаете, люди жили с надеждой на лучшее. Дальше немножко мы стали забывать, что такое ужасное слово «война». И вот пошли конец 70-х, вы помните, он был весь наркотический, все 70-е. В 80-е такие все-таки «Дюран-Дюран», «Депешмот», конечно, оставили, и еще там целый ряд достойных коллективов. Да, много коллективов. Но вот сейчас, мне кажется, все-таки в музыке таких ярких явлений космонавтов, как я говорю, таких как Гагарин и Леонов, эти Решкова, вот первые космонавты, а это Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones, Beatles, конечно, вот новой музыки. Но и джаз, и классический рок-н-ролл, который играл Элвис Пресли и Литл Ричард, они стали классикой. Поэтому я играю просто классический рок-н-ролл, и называемся мы «Сюткин Рок-н-ролл Бэнд», не потому что хотим, чтобы нас причислили к рок, есть рок, хард-рок, хэви-метал, если хотите. А есть «Сюткин Рок». А есть «Сюткин Рок-н-ролл Бэнд», который играет музыку, которая уж точно никого не раздражает. Вы можете ее любить. Ну, однозначно, настроение позитивнейшее, такое легкое, да, танцевальный. Вот вы знаете, что у меня написано, в одном слове я не безнадежен, а в двух словах, знаете, какой я? Легкий и независимый. То есть, для тех, кто не понимает на русском, скажу «Easy going and independent». Такой Валерий Сюткин сегодня. Такой Валерий Сюткин. Хорошо. Хорошо, но чем Валерий Сюткин занимается еще, кроме того, что 1 числа приедет на… Приедет. Приедет сюда. Кроме того, что сейчас он отдыхает. Я понимаю, есть концертная деятельность? Я говорю, типичный паразитический образ жизни. Да ладно? Я даю минимум 7-10 концертов в месяц, минимум. И остальное время я сижу, отдыхаю? Ну, еще надо приехать в город улететь, поэтому полмесяца это занимает. А остальное время я живу на три города. Это, безусловно, летом Юрмала, это зимой и все остальное время главный мой город, в котором я родился, Москва. И это, конечно, Париж, город, потому что у меня любимая женщина, она рижанка и парижанка одновременно. Ну, сейчас в Париже так весело, конечно. Ну, вы знаете, я хочу сказать изнутри, понятно, что если вы на Элисейских полях будете по субботам ходить, можно попасть в переделку. Но мой любимый Сан-Жермен-де-Пре, в котором я вот еще остался дух того Парижа, который я люблю, я как-то его стараюсь. У меня нет там недвижимости. Парлево-Франце? Сразу говорю, да, Жопар-Франце. К сожалению, это все, что я могу вспомнить. Жемопель Валерий. С французского лица. Это все, что я говорю по-французски. И говорю вам секрет. Какое совпадение? Заговорите с французами, вот хотя бы так, знаете, Ажур-Дви и Эльфе-Бо, скажите, что вы приставьтесь на французском. Пожелайте, хотя бы, понимаете, Ажур-Дви, вот это все, понимаете. Сава-Бьен. И они раскроют и сделают все. Не надо говорить там на английском, потому что они не любят английский. Изначально. Потому что патриоты. Это здорово. Ну, меня поразило, конечно, я еще был до того, как сгорел Ноттердам. Но меня поразила, конечно, цветная гамма людей на улице. Да, нет, конечно, да. Это был такой шок, я скажу, мягкий. Ну, да ладно, не об этом песне. Песня о том, что поет и что играет Валерий Сюткин. Кстати, о песнях. Что с новыми песнями, что с хитами, что вообще, как процесс, идет ли и куда идет. С возрастом, конечно, делать свежие вот такие альбомы каждый год сложнее, потому что внутренний цензор, воспитанный за все это время, он говорит, так, секунду, этот твист у тебя уже был. Не надо подобное. Надо что-то другое. Поэтому хорошая песня, на мой взгляд, это я точно знаю, она не давится из тюбика и не конструируется. Что-то должно предшествовать. Ну, наши крайние, как говорят авиаторы, пилоты, песня написана вместе с лидером группы «Моральный кодекс» Николаем Девлетки-Льдеевым. Коля написал музыку, я на нее стихи. Она датирована, ну, под Новый год мы ее сделали. И, собственно говоря, я просто каждый год мы теряем такое количество уходящей натуры, если так можно людях одним словом сказать. Ну, в прошлом году это был и Шарля Знавур, и Олег Тубаков, и Олег Анофриев. И много кто ушел, да. Но очень много. И Мацерат Кабалье. И мы, вот когда Коля мне принес мелодию, я понял, что я хочу какой-то каждый год, чтобы мы вот в этом году опять этот же будет, эта песня, но будет другой клип, потому что в клипе не мы с Колей главные. Мы там буквально появляемся на «Я» 10 секунд и «Коле» 10 секунд. А все остальное время отдано людям, про которых эта песня. Эта песня называется? «Времени проведешь». «Времени проведешь». Это про тех, кого мы теряем за год. Ну, я вот уже говорил за кадром. И знаете, как тост хороший есть, когда за здоровье следующего, чтобы, как бы, кому суждено было подольше вот столько возрастных, возрастных, великих людей рядом с нами, я желаю им как можно дольше. И пока жив Тони Беннетт, дай бог ему, еще долгих лет. Это вот для меня пример, что и в 90-е, как была Азнавура, фактически, люди в строю. Это, как говорит дядь Миша Жванецкий, мой гуру по жизни, он формулирует кратко и гениально, он говорит, не желайте мне здоровья, пожелайте мне работы. Потому что будет работа, будет здоровье, будет всего. Так и я, отвечая, чем занят Валерий Сюткин, продолжает работать. Окей. Я уже говорил за кадром, что я слышал еще один новый проект, инструментальный проект Кильдеева, который сейчас находится в процессе. Да, отличный. Потому что мой друг сводит его как раз так. Вот-вот. Ваш друг меня тоже сводил. Андрей Синяев, он звонит, что ты сказал. Андрей Синяев, конечно. И я сидел у Андрея в студии, и я смотрел, как он управляется всеми этими потенциометрами, как он подстраивает, берет какой-то такой тембр. Причем у него стоят все примочки ламповые и цифровые. У него полностью весь апгрейд двух комплектов. И цифровые и ламповые. И я смотрел, и я говорю, слушай, вот, ну, зачем, зачем? Он говорит, а посмотри, это звучит вот так, включает, с лампочкой, как вы говорили. А вот это вот цифра. И, как говорится, feel the difference. Конечно, о чем? Мой соавтор песен, которые мы вместе сделали, это «Москва Нева» и «Целуйтесь медленно» и «Без варежа» Крамарио, юный парень из Екатеринбурга, написал для меня специальный стишок к юбилею. Про меня. И я на него сделал песню, кстати, тоже вот новую, будем играть. Она называется «Незбитый летчик». «Незбитый летчик» – классное название. «Мимолетный жизни счетчик, поворачивая вспять, вновь парит «Незбитый летчик», как когда-то в 25. Он плывет себе над миром, полон смыслов и идей, он работает кумиром теплых ламповых людей. А зенитчик и наводчик нынче выше звезд иных, оттого «Незбитый летчик» позабыл давно про них. Он плывет себе над миром, полон смыслов и идей, он работает кумиром теплых ламповых людей. Вот я просто представитель того времени. Шикарно просто. Я и пою теплым ламповым людям. Кого это не цепляет, я давно не обижаюсь, говорю пока так. Пока. Еще раз, есть хорошая возможность, вы знаете, к сожалению, я констатирую факт, что я работаю каждый концерт, как в последний раз, на полную катушку. Уже возрастная группа, во-первых, я получаю пенсию уже, знаете. Так вот, по возрасту. Поэтому надо... Я знаю, что мое главное предназначение и самое большое удовольствие в жизни, по профессии, это работать. Вот, я даже слово «работать» – это жить концертами. Поэтому еще раз, пользуясь случаем, черт его знает, может так сложиться. Может, я не смогу по каким-то, может быть, по причинам мега занятости не дать концерт в ближайшие пять лет в Юрмале. Поэтому уж 1 августа не пропустите. Да, вот 1 августа... Это будет настолько энергично, насколько я смогу это сегодня сделать, и уж точно вам этот концерт скучным не будет. Потому что, во-первых, песни. Песни, самые неизвестные песни в концерте «Я то, что надо». Мы открываем «Королем оранжевого лета» обычно и заканчиваем «Черным котом», скажем. И вот между ними 24 песни, они в разном порядке, мы плейлист не пишем никогда. Но, как правило, «Костяк» – это один и тот же. Это все те знаменитые песни, которые мы с Женей с Хафтаном Брау написали, и это те песни, которые там «Красавчик», «Семь тысяч над землей», «Радио ночных дорог», вот такие крупномасштабные все. Поэтому... 1 августа, этот первый за долгое время сольный концерт Валерия Сюткина в Юрмале должен пройти, я думаю, на ура. Ну, во всяком случае, те, кто придут, не пожалеют. Это я гарантирую. Плюс видеоинсталляция, которую мы занимаем не последнее место в этом жанре. Потому что мы делаем это внутри коллектива, это сами, и меняем каждый день то, что у нас сзади происходит. Я огромную работу провел. Я пересмотрел концерты всех, фактически, мировых звезд сегодня, и провел анализ, у кого какие лучшие фишки. Такие, те, кто получал Грэмми, как Шаде, у него потрясающий видеоряд, как Роллинг Стоунс, у которых кроме них никого, потому что они и есть рок-н-ролл. Вот, концептуально. И у нас каждая песня сделана по-разному на видео. То есть продакшеном занимаетесь вы сами? Сами, все мы делаем. У нас все внутри коллектива. Скажу больше, и я сегодня единственный продюсер, у меня нет директора. Я сам, принимая решения, у меня есть дальше администратор, который звукорежиссер же, и мы внутри коллектива, знаете, как маленькая семья такая. У нас так очень хорошо. Хорошо. Если я хочу заказать, условно говоря, Валерия Сюткина с ансамблем, с оркестром на контент. Будете иметь дело со мной. Кому я должен звонить? Прямо позвоните там, где найдете телефон. Прямо Верховному? Прямо Верховному. А я обороноспособный парень. За всю историю моего, вот уже, так сказать, менеджерства последние, это 4-5 лет фактически будет скоро. Ну, может быть, 2-3 идиота, которые начали отнимать у меня время. Но сейчас столько способов, спан, забанил и до свидания. Да. Это редкость, я скажу. Это не редкость, это фактически. Не, ну, по-моему... С кем не столкнись, там, к моему директору. Менеджеру. Менеджеру. К директору. Не-не-не, быстро. Если мы нашли консенсус, потому что я все знаю, что иногда люди говорят, у нас так близко, вы знаете, там всего-то проехать 800 километров от точки, куда вы прилетите. Я говорю, у-у-у, это немножко другие расходы, потому что если они говорят, а может, вы эконом-классом? Я говорю, если я для вас партнер по бизнесу, не надо нам не экономить. У меня очень много таких коротких вещей, которые, знаете, я им говорю, запомните на всю жизнь. Дешево, быстро и хорошо никогда не приходят втроем. По этому, если хотите... Только две позиции могут быть. Только по две. Поэтому давайте соответствуем. Это, кстати, гениальная фраза. Дешево, быстро и хорошо. Да. Том Вейтс мне понравился. Да, Том Вейтс, да. Валерий, а вот, ну, скажем так, приходится ведь все-таки часто кататься, если 15 концертов в месяц. Не, 15 это... Ну, 10, хорошо. Мы можем, но пока не получается. Но мы регулируем ценовым балансом, потому что мы сегодня, я думаю, старой гвардии, нам грех жаловаться. Мы востребованный коллектив. Причем кассово востребованный. Мы работаем много. Если вы посмотрите наш сайт, мы, я думаю, будем далеко впереди моих ровесников, большинства, ровесников почетно, потому что понятно, что сегодня те, кто помоложе, у них свежие... Ну, там другая аудитория и другое что-то, абсолютно. А мы работаем минимум, во-первых, в Москве мы даем на протяжении пяти последних лет два концерта в год в трехтысячниках, это главклуб грин-концерт, там 3200 мест, мы только что отыграли. Хороший клуб на 3200 мест. Там атмосфера прямо правильная. Это такой, знаете, маленький Уэмбли, как я называю. Раз. Второй. Мы работаем с лайт-джазом, тоже минимум два концерта, прошу прощения, кассовых в Москве. Такая же статистика у нас в Петербурге с рок-н-роллом, там как-то к джазу чуть прохладнее относятся, но мы это поправим, ищем вариант, как выйти на... Просто очень важно от промоутера. Вот сейчас я ищу, я открыт к обсуждению. Мы хотим что-то сделать мега-крупное в Риге, пока я не уполномочен, пока... Сообщить. Не поговорил с теми творческими силами, с кем мы будем. Но вот это буквально сейчас прозвучало предложение. Во всяком случае, у нас есть... Есть план на какой-то мега-проект, да? Да. Что-то такое сделать прямо, что... Ну, друзья промоутеры, если вы нас слышите, собственно говоря... Любые открыты. В Латвии только, ну, раз, два, три нормальные компании. Ну, постоянно соответствует, потому что у вас есть прекрасный коллектив, хочу сделать это мои товарищи, и я в восторге от их музыки, от их подхода. Это брейнсторм, это здорово во всех отношениях. Ну, это наше. Это наше все. Это достояние, да, я считаю, что это рок-н-ролльная группа. Знаете, особенно приятно, что турменеджер брейнсторм Игорь Данилкин, это мой барабанщик из Браво, с которым я играл в Браво. Ну, во всяком случае, по российским городам, когда они гастролируют, Игорь их сопровождает везде, передает приветы Рейнерсу и всем ребятам. Смотрите, как все-таки тесен мир, какой он маленький. У меня был такой момент, я лет, наверное, восемь назад, может быть, чуть больше, обратился к брейнсторму, к Рейнерсу Куперсу, и стал ссылаться, что мы вместе сидели в жюри КВН здесь, в Дзинтере, потому что мне нужно было, чтобы они сыграли частный праздник для моей любимой женщины здесь, в Юрмале, в сентябре. Это было много лет назад. Рейнер сказал, то, что надо, это вы написали. Я говорю, я, а как жаль, но ты сегодня не со мной. Я говорю, текст, я, музыку, вот Женя Хартан для этой песни. Он говорит, можно я вам перезвоню? Перезванивает и говорит, что мы, к сожалению, в отпуске и всей группой выступить не сможем, но можно мы приедем с гитаристом и подарим вашей женушке музыки. И, кстати, а я задал вопрос, сколько это будет стоить, естественно, он сказал, и, кстати, это вам ничего не будет стоить. Рейнер, молодец. И я зааплодировал. Рейнер, молодец. Рейнер, если услышишь меня, я в любой момент для тебя всегда точно так же, всегда, любые начинаю. У меня ближайший юбилей, конечно, в апреле далековато. Я, кстати, ходил на концерт грандиозный вот здесь недалеко, на поле, недалеко от Риетового банка вот это, да, вот пространство. Года три или четыре назад был грандиозный концерт «Брейнсторм». И я ходил и получил огромное удовольствие, потом позвонил Рейнерс, говорит, а почему ты мне не сказал, я бы проявляю. Так у меня сейчас слепые концерты. Я всегда, покупая билеты, иду, не отвлекаю своих коллег. Окей, слушайте, друзья, время передачи так вот незаметно приблизилось к своему финалу. Я вот хочу как раз и напомнить, что два грандиозных события музыкальных нас ожидают с участием Валерия Сюткина в ближайшее время. Во-первых, конечно, это фестиваль Лайма-рандеву, где Валерий будет участвовать в последний день концерта. Но вы ходите на все четыре, это правильно. Да, ну, вообще, по идее, надо взять абонемент и не париться. Я боюсь, что уже непросто это сделать, потому что... Ну, надо полюбопытствовать в ближайшем сервисе. С продажей хорошо. Как там? Я надеюсь, что у меня тоже хорошо, но на всякий случай приглашаю. Да, и первого числа, августа месяца мы встречаемся в Дзинтере, будем свинговать, рок-н-роллить, твистовать. Будет то, что надо, как она пишет. Как по-латышски, а то, что надо? Таск и свайд заикс. Вот так и называется. Окей, друзья. Ну, что ж, я благодарю Валерия Сюткина за беседу. Благодарю за то, что он пришел и так активно сделал промоушен не только к своему концерту, но и Лайме. Но, с другой стороны... Это все родные люди. Это все родные люди, действительно. И зачем им работать, если люди не приходят на их концерты? Ведь это становится уже как-то так, ну, бессмысленно. Поэтому они стараются для нас, а мы давайте постараемся для них. До встречи. И спасибо Валерию за беседу. Спасибо.